Не хабар, не хабар, не хабар, не хабар, не хабар, каждый день смотри. Собир, представляешь, я вчера ходила в караоке с одним парнем, он так ужасно пел, но так красиво заплатил за счет. Анель, ты как всегда в своем репертуаре. Я тоже вчера с друзьями ходил в караоке-бар, но пока до меня дошла очередь, пришла охрана и сказала, все, закрываемся. Дорогие друзья, ну а в нашем караоке-шоу не хабар спеть могут все, причем совершенно бесплатно. Ну что ж, мы начинаем, поехали. Добрый вечер, дорогие телезрители, это вновь не хабар на телеканале ХИТ-ТВ. Если у вас плохое настроение, мы его обязательно поднимем. А если у вас хорошее настроение, то сделаем еще лучше, потому что в караоке-шоу не хабар по-другому не бывает. А еще потому, что сегодня с вами самые веселые ведущие Анель Аринова и Сабит Рахимбаев. И не менее веселые и интересные участники, которые уже готовы доказать всей стране, что достойны носить звание лучших караоке-певцов. Кстати, каждый, кто любит петь, может попробовать свои силы на нашей сцене. Все, что нужно, это зайти на нашу страничку ВКонтакте, заполнить анкету и, быть может, мы увидим вас уже здесь. Кстати, заходите на наш аккаунт в Инстаграме Нехабар, нижнее подчеркни, ХИТ-ТВ и участвуйте в нашем шоу. Ну, а теперь пойдемте посмотрим, кому же сегодня выпала честь стать звездным рефери. Конечно же, под музыкальное сопровождение бенда «Акжол». Поехали! И снова с вами Нехабар. И вот у нас в гостях та самая звездная рефери, как сказала Анель. Наверняка многие узнали, но сейчас Анель ее представит. Экс-солистка группы «Дара». Музыкальный продюсер, профессионал своего дела. Ее знают все. Я считаю, что она акула. Красивая акула шоу-бизнеса. Нургуль, добро пожаловать к нам на эфир. Как ваше настроение? Очень прекрасное. Дождливое и прекрасное настроение. А почему дождливое? Потому что на улице дождь. Дождь. Он поднимает настроение? Да вообще у природы не бывает плохой погоды. Так что для меня я абсолютно не завишу от погоды. У меня настроение, если оно хорошее с утра, если я проснулась с утра, то оно и продолжается. Независимо, есть дождь, нет дождь. Я так к слову. Замечательно. А вот есть категории, у которых солнышко не светит, все, жизнь закончилась. Голос не звучит, да? Да, нет, или же голос не звучит. А бывает же такое? Бывает, бывает. На самом деле есть такое. А вот говорят, что, например, у вокалистов нужно обязательно правильно питаться, высыпаться. Лучше высыпаться, да. Ну и правильно питаться, это естественно. А погода влияет на голос? Да, влияет. Да, влияет. Когда нет долгое время солнца, это все влияет на настроение людей. Многие. На голос особо оно, конечно, влияет только потому, что человеческие мозги влияют на связки. А так особо нет. Самое главное, чтобы связки были все время в влажном состоянии. Вот и все. Влажное состояние. Поливать, да, то есть надо связки? Да. Побольше пить воды. Заливать коньячком там? Нет, 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 воды достаточно. Хорошо. Да. Анель, воды не обязательно коньяк столько пить. А ты знаешь, на самом деле вредно. Что вредно? Вредно пить коньяк, спиртные напитки. А некоторые вокалисты думают, что это хорошо. Хорошо, давайте не будем слушать Анель. Это быстро разогревает, разогревает связки. Давайте поговорим с Нургуль. Да, простите, да. Нургуль, скажите, пожалуйста. Да. Вот вы часто, наверняка, вы профессионально поете, вы преподаватель по вокалу, наверняка часто бывали на различных конкурсах, шоу, где нужно было судить. Да, бывало, да. Я даже знаю, что у меня даже здесь написано, что вы в 2007 году в Лос-Анджелесе стали обладательницей золотой медали международного конкурса World Championships. Что это за конкурс был такой? Ой, если честно, в моей жизни вообще конкурсов было немного. Наверное, в детстве Анши Валапан, потом Жас Конат, в 98 или в 99 году я уже. Ну, и вот этот вот конкурс, на самом деле, я просто хотела Америку посмотреть, этот конкурс. В конкурсе получается заодно Америку посмотреть, и клип с ним заодно еще. Да, нет, тогда что-то я до клипа как-то не... Надо было вот как все. Надо было, надо было как все, но я поехала за опытом туда. Нет, ну в любом случае, первое место просто так, чтобы посмотреть. Ну, я думаю, я, естественно, выступала в нескольких категориях, там есть категория джазовой певицы, поп-певицы, поп-рок певицы, и чтобы не упустить, ни одного шанса, я выступала во многих категориях. Хитро сделала. Ну, как бы да, там многие так делают. Это мне американцы подсказали, на самом деле, я бы не додумалась. Берите на заметку, дорогие друзья. Ну, выиграла в этнической. Дургуль, мы хотим вам вкратце рассказать о правилах нашей игры, нашего шоу. Анель, пожалуйста, начни. Ну, а я рассказываю. Каждый вечер с понедельника по четверг из трех претендентов мы будем выбирать по одному, а в пятницу четверо победителей дня будут бороться за право пройти в следующий тур. В течение 17 недель мы отберем 17 четверть финалистов, которым добавится еще один. Его выберете именно вы, дорогие телезрители, путем интернет-голосования. Итак, из 18 останется шестеро, и лишь двое из них пройдут финал, где поборются за главный приз. Контракт с каналом ХИТ-ТВ. Как подарочек? Классный. Я тоже хочу, можно к вам? Мне ваша ротация на оставшуюся жизнь была бы классной. Приходите к нам в качестве конкурсанта. Все, приду в следующий раз. Ну, сегодня вы будете оценивать этих участников, которые пришли и хотят действительно выиграть, потому что они очень талантливые. Я думаю, настало время, наверное, с ними познакомиться. Да, кстати, они волнуются. Еще бы, конечно. Да, у нас здесь такое жюри, значит, серьезное такое сиди. Нет, настоящий артист всегда волнуется. Правильно. Да. Я поддерживаю. Саби, ты еще здесь? Мне кажется, надо часто вас прерывать, потому что вы можете бесконечно разговаривать о чем-то о своем. Мы женщины, да. Хорошо. Я могу идти? Мы желаем тебе удачи и конкурсантам тоже. Ну, я пошел! Давай-давай. Спасибо. Спасибо. И вот наши участники, красивые, эффектные. Давайте я вкратце представлю нашим телезрителям. Сегодня за главный приз, выход в следующий тур будут бороться эффектная, красивая, талантливая Аружан Джумабаева, харизматичная, мега зажигательная Ксения Ажигалиева и Фарид Исмаилов. Вот. Как настроение? Отлично. Все хорошо? Да. Нравится здесь у нас все в студии? Да, очень. Очень. Расскажите, как вы вообще начали петь? Как начали? С детства, конечно. С детства? Да, просто нравилось. Хорошо. У вас такой голос? Мне надо прислушиваться, что вы говорите. Ксения, расскажите немного о себе. Я люблю петь и пою, по жизни пою, в душе пою. В душе и в душе, да? Конечно. Хорошо. Итак, Фарид. Да, песня строит и жить помогает. Песня вдохновляет, ведет, делает много что. Поэтому, да, с песней по жизни. С песней по жизни. Хороший девиз. Девиз нашей сегодняшней программы. Пожалуйста, пожелания, Анелечка, Нургулечка. Да. Вот вы увидели наших конкурсантов. Да, очень приятно. Да, сейчас, сейчас нужно, наверное, им пожелать вот... Пожелать удачи, стойкости и поменьше мандража, как говорят музыканты, да. И чтобы опора была у вас в сердце и в ногах, не падайте ни духом, ни телом. Ну, а впереди у нас первый конкурс. Участники будут исполнять песни, которые они очень хорошо знают. Ну, они так сами утверждают, что они хорошо знают. Давайте посмотрим. Давайте, послушаем. Соби. Итак, наш первый конкурс. Мы будем сейчас спеть любимую песню. Ксения, вы будете первой. Но прежде чем вы выйти на сцену, давайте немножко поближе, поближе познакомим вас с нашими телезрителями. Мы знаем, что вы мама, вы очень так молодо выглядите, но вы мама троих детей. Двоих. Двоих? Да. Третий муж. Ну да, почему муж тоже в категорию ребенка, да, можно отнести его. Вы буквально недавно, да, по-моему? Да. Я родила дочку Жанель, ей 40 дней, исполнилось недавно. Супер. Ну, вы сразу решили, вот, родили и все. Ну, конечно, музыка. Я теперь займусь своим продвижением, да? Да, это мне никогда не мешало. Я и с первым моим ребенком пела до 9 месяцев. Я люблю петь вообще. Кстати, Ксения на кастинг приходила к нам, будучи в положении. По-моему, на 8 или на 9 месяце? На 9. На 9 месяце. Вы не боялись здесь прям? Нет. Он ждал терпеливо своего. Хорошо. Ну, я думаю, настал ваш звездный час, и вы сейчас покажете Нургуле, в первую очередь, нашим телезрителям, что такое хороший женский вокал. Вперед! Удачи вам! Итак, поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok 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 петь? Как давно, с четырех лет. С четырех лет, да? То есть с четырех лет сразу на стульчик, профессионально стадион начали собирать. Нет, годик вот. В годик, да? В годик вы уже ходили? Нет, я говорю год уже. Что в год? В Кашпинском университете я начала профессионально петь. А, хорошо. Я думал, с годика профессионально университет ходить уже. Хорошо, у вас все хорошо, настроение, я чувствую, что вы волнуетесь. Есть такое чуть-чуть. Есть такое, да. Вы сегодня, наверняка, те зрители, обратили внимание, мы все почему-то в розовом, так совпало, в розовых тонах будем сегодня зажигать. Оружан, вы должны сейчас показать, что такое профессиональная певица. Хорошо? Удачи вам. Вперед. Субтитры создавал DimaTorzok 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 всем и всем телезрителям а в принципе я думаю я думаю у тебя все впереди у тебя есть голос это самое главное у тебя есть тембр вот чуть-чуть не хватает музыкальности и правильного выбора репертуара например мы же можем сейчас попросить что-нибудь спеть а другое что-нибудь другое но я думаю это капельно на английском да хоть давайте на монгольском сразу врасплох решили и тогда ее побыстрее 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 нужно вот буквально все клево чуть-чуть надо вам перестать утрировать вот эти вот дела уберете когда уберете все будет классно улыбка дает легкость я бы с большим удовольствием сидел бы где-нибудь членом жюри где где вы пришли бы стали участвовать это вы меня хотите в следующий раз а так все хорошо вот правильный репертуар да женские и и побольше побольше спасибо большое пойдем присаживайтесь на самом деле вы молодец мне больше всего порадовало что вы поете громче чем говорите тихо тихо я вас не слышу ну ну что ж настало время познакомиться с единственным да мужчиной в нашей женской компании да фарит слоган которого на кастинге так сказал с рождения живет с песней по жизни именно так было написано в вашей анкете да расскажите как вы пришли к музыке к музыке наверное в детстве пришел когда родился услышал понял что без музыки невозможно жить потому что она проникает вовнутрь и начинается наверное какое-то волшебство как любое искусство вы не путаете музыку с наркотиками нет я не совмещаете два удовольствия я шучу на самом деле я шучу на самом кем вы работаете я занимаюсь сейчас вспоминает название я занимаюсь как бы я занимаюсь тем что я работаю в театре вы актер ну сейчас я уже не актер я сейчас у меня маленький можно так сказать частный театр ну на самом деле это похвально и сейчас помимо ваших да актерских театральных возможностей мы увидим ваши вокальные данные вперед фарит удачи вам а и 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 Словно талый снег, Затик, как осенний сад, Его не вернуть назад, Не вернуть назад. А может, ночь не торопись, И всё сначала повторись, Нам всё сначала повторись, О, как мне быть? А может, снова всё начать, Я не хочу тебя терять, Я не могу тебя терять, О, как мне быть? Поган одинокий луч, В плену равнодушных туч, Тернист был короткий путь, Любви непростая суть, А может, ночь не торопись, И всё сначала повторись, Нам всё сначала повторись, О, как мне быть? А может, снова всё начать, Я не хочу тебя терять, Я не могу тебя терять, О, как мне быть? И эта песня посвящается тем двум девушкам, Сидящим за этим столиком. Вы заметили, да? Всё-таки актёр, да? Да, да. Скопировал так. Я вот только хотела спросить, Вы часто ходите в караоке и всё время поёте серого? Нет, я не хожу по караоке. Да вы не обманывайте меня. Вы врёте в паритве. Да я по голосу слышу, что вы любите серого. Я не люблю караоке. А вы не любите караоке? Да я по глазам вижу, вы там пропадаете до пяти утра. Если честно, Афарит единственный человек, который не смазал ни одну ноту вообще. Он спел всё чистенько по сравнению с девочками. Там были мимо ноты, а здесь прям ни одной мимо ноты. Любите серого, признайтесь мне, это правда. Я её музыку люблю. Ну, его музыку. Я только про его музыку. Нет, я говорю, что в общем, что я тоже люблю очень музыку и песни. У нас будет ещё возможность услышать Фарида. Да? Я считаю, что у него будет ещё возможность показать, что он исполняет не только серого. Мы посмотрим, да, конечно. А то прямо вы вот сильно ушли в образ, у вас прям тембрально, а вот это вот, ну, там, торопись, вот это вот всё, прямо вот вы ушли. Не, ну, клёво у вас хорошо получается, это неплохо получается. Ну, просто здесь вот чуть-чуть уровень такой песен разный. Там вот прям чистая попса, здесь более-менее такая классика куины, а здесь прямо кабак. И сори, конечно. И самое главное, что сейчас... У нас серьёзный момент настаёт. А, да. Я должна баллы, да, раздать? Барит, пожалуйста, присаживайтесь. Нет, ну, мы не торопимся. Да? Давайте не будем торопиться. На кое-какое время, да. Ага. Мы должны будем поставить оценки. Да, да, я поняла. Ну, то есть кто спел чуть-чуть похуже, однёрку, как в школе, а кто спел отлично, троечку. Как в школе, да? Да. Почему пятёрки нет? Ну, ты понимаешь, да? Я поняла, поняла. Кому-то единицу, кому-то двоечку, кому-то троечку. Да, ну, оценочки мы будем, да, выставлять уже после того, как мы хотим с Аннелечкой рассказать ещё одну новость. Да. Аннель, скажи, ты в детстве могла выговаривать буквы? Можно я совру? Да, все выговаривала. А я вот в детстве плохо выговаривал такие буквы, как Р, Е, К, Л, А, М, А. А теперь могу в рекламный телеканал ХИТ-ТВ. И снова с вами Нехабар. И снова с вами Нехабар. И вновь с вами самое музыкальное к роки-шоу Нехабар. Закончился первый конкурс, в котором наши участники, Оружан, Ксения и Фарид, исполнили свои любимые песни. И сейчас, прямо сейчас, наша звёздная гостья будет определять, кто из них сколько получил баллов. Пожалуйста, Нургуль, выносите свой вердикт. О, какой серьёзный момент. Да, но я так быстро скажу, кратко. Значит, два балла я хочу дать. Можно я с двоечки начну? Два балла я хочу дать Оружан. Оружан два балла? Да. Однёрочку я хочу дать Фариду. И Ксении троечку. Я обосную, почему я до этого сказала, что Фарид всё-таки ни одну ноту не смазал. У Ксении была только одна нота смазана. Это первая. Но репертуар был клёвый. И подача была более правильная. Фарид, мне кажется, репертуар был не такой клёвый. Ну и подача была Серов. Серов победил там. То есть было больше Серова, чем Фарида? Да, больше было Серова, чем Фарида. Фарид, мы хотим увидеть вас, именно вас, вашу личность. Давайте, может, посерьёзнее нам его песню выбрать. Там Сергея Зверева, например. Нет. Как вы относитесь к творчеству Сергея Зверева, кстати? Никак. Никак? Никак не отношусь. На самом деле, да, у нас есть пока лидер, но никто не переживает, потому что есть впереди конкурсы, в которых вы сможете выйти вперёд. Вот, Ксения, как самочувствие, вы лидер. Отлично, я просто счастлива. На самом деле, это очень, ну, мне плюсик такой. Я так боялась, что я, не дай бог, первая однёрочку. Ну, на самом деле, это вообще, ну, от такого человека слышать мне очень приятно. Я вас поздравляю. Можно к вам прийти на школу обучения вокала? Это же отдельно через меня, как бы, я... А, да вы что? Я бы хотела поддержать Фарида, да, пожелать вам удачи. Не расстраивайтесь. Ещё всё впереди. Конечно. У нас есть ещё второй и третий конкурс. Поэтому вы у нас среди конкурсантов единственный мужчина. Не сдавайтесь, идём вперёд. Ну, дорогие друзья, нас ждёт следующий конкурс. Так, нашим конкурсантам придётся проявить свою смекалку. Внимание и знание музыкального мира, чтобы отгадать наши загадки. Совет. Поехали, давайте. Конкурс называется «Перевёртыш». Всё очень просто. Мы сейчас будем ставить вам популярные треки, но они будут звучать задом наперёд. Ваша задача – угадать, что за песня, кто первый угадает. Поднимает руку, говорит кодовое слово «Нехабар» и после этого отвечает. Тот участник, кто наберёт в этом конкурсе наибольшее количество баллов, выиграет экстра балл, который ему понадобится в третьем конкурсе. Про третий конкурс расскажем позже. В принципе, правила понятны? Да. Ничего сложного нет? Нет. Нет. Хорошо. Итак, пожалуйста, первая композиция. Слушаем. «Нехабар». «Аружан». «Пусть бегут неуклюжий пешеход». «Пусть бегут неуклюжий пешеход и по лужам а вода». Совершенно верно, Аружан сразу угадал эту песню. Вчера слушала её. Только в очередной раз, да, Аружан тихо, очень тихо говорит. Мне нужно прислушиваться. Правильно угадали? Хорошо. Следующая композиция. Слушаем. «Ксения» Ксения, не «Хабар». Не «Хабар» надо говорить. А… Забыли уже. Я что-то перепутала. Так что где я? Можно я? Что зашёл? Помогите. «Алехандро». «Алехандро». «Леди Гага» «Алехандро». Совершенно верно. «Моя любимая песня», кстати. Нургуль. Да. Я тоже люблю «Леди Гагу», но не эту песню. Какую, какую? Давайте спойте любимую песню. Открываем из «Леди Гагу». Нет, нет, нет. Не буду я «Леди Гагу» петь. Вы что, её рекламировать лишний раз? Зачем? Да, зачем? Нужно рекламировать себя любимого. Зачем пиарить «Леди Гагу», да? Конечно, она в этом не нуждается. Я больше нуждаюсь. Хорошо. Дальше. Следующая композиция. Слушаем. «Нехабар». «Скорпион». «Скорпионы». «Винг оф ченч». Совершенно верно. Отличное начало, друзья. У вас всех по одному баллу. И я очень рад, что вы идёте ноздря в ноздрю. Да, браво. Браво конкурсанты. У всех по одной угаданной песне. Другуль, как вы думаете, сложно угадывать песню вот наоборот? Конечно, сложно. Для меня вообще сложно. А может, попробуем? А, вы хотите, чтобы я угадала? Если мы попробуем, и вы угадаете, мы подарим вам экстра балл. А мне зачем балл этот нужен? Для чего? Ага. Сейчас скажу. Это будет как спасательный круг нашим конкурсантам. А, всё-таки 7 баллов конкурсантов. Если в круг будет ничья, или вы решите кого-либо спасти, вы сможете подарить это всё с тобой. Всё хорошо, я с удовольствием. Я уже дарю. Не знаю, правда, выиграю я или нет. Подождите, подождите, давайте слушать. Итак, задание для Нургуль. Слушаем. Ага. Итак, есть ли варианты? Вы что за украинцев мне поставили? Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. О, Господи, ну она мне вот прям... Ну песня популярная сейчас. Популярная, да. Ну я же не слушаю павсуру российскую песню. Знаю, знаю, сто процентов. Знаю, сто процентов. Знаю, сто процентов. Двести процентов. Знаю. Ещё раз послушаем? Да. Что там, Господи? Мама, папа там... Дайте ещё раз. Есть видеоработа на эту песню? Да, вообще я даже видеоклепы не смотрю. Хорошо. Группа состояла из двух парней и одной девушки. Да это Потап и Настя, что ли, или нет? А кто это? Ранее. Наши, что ли, это? Ну, чем-то напоминает, как... Даю подсказку. Вайфай. Давай. Нет. Российская команда. А, российская. Вот если мы возьмём... Рифма на вай-фай, рифма на вай-фай. Вот вай-фай. Вай-фай. Хай-фай. И песня, песня, песня. Они идут в темноте. Ой, это же было давно в моей молодости. Конечно, я не помню уже такие песни. Песня называется «Беспризорник». Всё очень просто, да. Я помню. Слушаем. А, да. Хай-фай. Беспризорник. Я один. Одна. Да-да-да. Нургуль. Один. Да-да-да. Вспомню. Нургуль, да, вы не угадали, к сожалению. Но давайте попробуем всё-таки заработать этот экстра балл. Давай. Ещё одна композиция для вас специальная. Что-нибудь полегче. Слушаем. Полегче. Что за индийская песня? А, стоп! Стоп! Я думала, что за индианка поёт. Это что, вы меня поставили, что ли, молодость? Самое главное, индианка сидит рядом. Заметьте телезрители. А что за песня-то чё это? Да, а что за песня? Вот мы хотели бы вас спросить. А бай, что ли? Нет, вот, нет. Всё-таки вот решили вас спросить. Нам нужен экстра балл. Вы должны спасти потом конкурсантов. Подарите им. Вот подумайте. Хорошо, хорошо. Господи, а что же? У вас есть видеоработа. Девочка джаз, что ли? Два слова есть название. Девочка джаз, что ли? Да, да. У меня сегодня что работает. Девочка джаз. Слушаем. Окей, да. Скорей, да, ты, да, ты. Всё. Не, она наоборот круче звучит, честно. Когда вот она оттуда. Что за Индия, да? Да, индийская песня. Замечательно. Ну, в любом случае. Я угадала. Мы выиграли экстра балл. Мы вас поздравляем. Ну, надеюсь, он вам понравится или нет. Мы узнаем в конце нашей программы. А мы готовы продолжать. Напоминаю всех по одному баллу, по одной угодной песне. Слушаем. Дальше. Поехали. Очень популярная песня. Вы всегда её поёте, по крайней мере, раз в год. Точно. Замечательно. Хэппи бхёздэй. Ура. Хэппи бхёздэй. Ура. Ксати. Эта песня посвящается нашей гости, так как 10 числа этого месяца ей исполнилось, не скажу сколько, но было день рождения. Вот такой вот конкурс-сюрприз, да. И балл заработал, и с днём рождения поздравил. Вот так вот совпало. Отлично. Два, два, два балла получает Аружан. Двигаемся дальше, слушаем. Популярная песня. Российская исполнительница. Нехабар, Нюша, Воина Луну? Нет! Давайте ещё раз продолжение слушаем. Очень популярная песня, очень. Вы её сто раз слушали в машине, по радио. Звёзды в небе горят, когда ты рядом со мной. Отлично. Можно же узнать. Ксения, Ксения, у вас, по-моему, один-в-один получается. Это Юлиана Караулова. Ты не такой. Два, два балла у вас есть. Вы уже, Саружан, так сказать, на одной, на одной ступеньке. Только Фарид немножко отстаёт. И немножко засыпает, кажется, да? Всё хорошо? Всё хорошо. Хорошо, слушаем следующую композицию. Поехали. Тоже популярная песня. Группа образовалась буквально в этом году. Новая группа, но песня их очень популярная. Ну, ну, название песни есть буквы и цифры. Группа состоит из двух слов. Популярная группа в этом году, там парень и девушка. Дима, 505. Правильно. Всё извяжем. Время, стекло, имя 505. Именно так, да, называется эта песня. Ксения с лёгкостью... Ну, не с лёгкостью, с подсказкой уже, с долгой паузой угадала, да. Тяжело, но там жую. Запомни, имя монгольское моё. Хорошо. Три балла у Ксении дальше. Двигаемся дальше. Слушаем. Женщина, я танцую, женщина, я не танцую, и надо улыбаться. Это моей маме любимая песня, просто я знаю из-за этого. Супер, супер, да. Ксения, вы молодец сегодня. И во втором конкурсе выиграли, 4 балла заработали, вы выиграли экстра балл. Этот балл, конечно, не плюсуется к вашим основным баллам, но он вам понадобится в третьем конкурсе, о котором мы расскажем чуточку позже. Да, вот на самом деле, Сабит, вот мы сидим с Дургуль. Слушаем и удивляемся, с какой же лёгкостью все отгадывают песни. Дургуль, скажите, вот вам... Ваши впечатления, что вы думаете? Я вообще, если честно, ничего не отгадала, правда. Мне просто оператор подсказал. Да, я считаю, что, конечно, оператор вам подсказал. Но я теперь понимаю, чем вы занимаетесь дома с двумя детьми. Да. Вы, наверное, примерно кассеты пережевываете, ну, старые кассеты, и нормально слушаете. Я имею в виду к тому, что Ксения, наверное, больше музыки слушает. Я радио обожаю, просто обожаю. Да, понятно, радио, да. Я по песням, вот, надо было сразу же определить радио. Ну что ж, дорогие участники, дорогие гости, гости, наши уважаемые гости, давайте немножко прервемся, потому что есть еще одна веселая новость. Дело в том, что дедушка, который за всю жизнь ничего не накопил, оставил внукам счастье, здоровье, благополучие и рекламу на телеганале ХИТВ. Дорогие телезрители! У меня для вас тоже есть задание. Вы любите кино или бесплатно хотите пойти в кинотеатр? Тогда внимательно слушайте вопрос и оставляйте правильный ответ на него в нашем Инстаграме. Нехабар, нижнее подтеркивание, ХИТТВ. Слушайте вопрос. Какая певица застраховала свой голос на 3 миллиона 200 тысяч долларов? Я повторяю вопрос. Какая певица застраховала свой голос на 3 миллиона 200 тысяч долларов? Какая сумма замечательная. Сумма замечательная. Я знаю только певицу, которая застраховала на 1 миллион долларов. Я думаю, Мадонна. Нургуль, знаете, давайте мы все-таки оставим. Ну, Гуля, что бы вы застраховали, например, если было возможно? Я не знаю. Вот вам дали 1 миллион долларов, застрахуйте что-нибудь. Я бы, наверное, дом застраховала. Нет, но из тела что-нибудь. Голову, уши, глаза. Не знаю. Честно, я об этом никогда не думала. Наверное, глаза. Глаза. Есть шанс доказать, есть шанс показать и заслужить дополнительный балл. Готовы начинать? Да, наверное, готовы. Конкурс, который называется «Сюрприз». В этом конкурсе вы будете выходить к компьютеру. Компьютер будет показывать вам несколько категорий. Это романсы, народные песни, русский рок, детские песни и мюзиклы. Выбирайте одну категорию, и в случайном порядке компьютер определяет абсолютно любую песню из той категории, которую вы выбрали. Все очень просто. И на самом деле сложный конкурс. Сложный конкурс, поэтому здесь нужно максимально собраться, сосредоточиться. Ксения, у вас есть экстра балл, который вы выиграли. У вас есть возможность заменить категорию. Хорошо? А вы, уважаемый Фарид и Аружан, вы тоже можете заменить, но только пожертвуя своим баллом. Каким-то, если захотите, конечно же. Итак, Ксения, давайте начнем с вас. Все-таки вы лидер. Вперед! Итак, пять категорий романсы, народной песни, русский рок, детские песни, мюзиклы. Пожалуйста, выбирайте. Ну, так как у меня двое детей, для них споют детские песни. Детские песни. Итак, какую песню выберет компьютер? Пожалуйста. Приключение капитана Врунгеля. Замечательная песня. Я даже ее знаю. Обожаю. Знаете эту песню? Нет. Хулигану. Самое главное, что можно как раз показать свои актерские данные. Банту и стреланту. У вас есть экстра балл. Экстра балл. Вы можете заменить категорию, песню. Давайте заменяю балл. Заменяете, да? Хорошо. На самом деле этот экстра балл никак не влияет на ваши основные баллы. Так. Давайте, давайте. Какую категорию? В этой же категории остаемся или меня? Давайте народные песни, наверное. Народные песни, пожалуйста. Компьютер, покажите, что за песня. Песню сейчас будет петь Ксения. Итак, народная песня. Ксения, вы какие песни сами слушаете? Сама слушаете. Современные, разные. Ах, Самара городок. Ах, Самара городок. Будете петь? Вы... Ой, ну как ее не знаю. У вас более нет шанса. К сожалению, да. Сейчас вы должны спать. Петь эту песню, что делать? Давайте петь. На самом деле это очень популярная песня. Ах, Самара городок. Петь эту песню, что делать? Ах, Самара городок. Ах, Самара городок. Ах, Самара городок. Ах, Самара городок. Ах, Самара градок. Ах, Самара городок. Беспокойная я. Беспокойная я. Да успокой ты меня. Я росла и расцветала До 17 годов. От 17 годов. Сушит девушку любовь, Ах, сама на городу, Беспокойная я, беспокойная я, Да успокой ты меня. Вы только что придумали новую песню абсолютно. Ну что я могу сказать? Ну, зато выкрутилась, выкрутилась. Не было мелодии, которая была бы мимо гармонии. Ты была в гармонии, так сказать, но придумала свою мелодию. Причем спела ее примерно, как вот у нас была же такая певица такая. Как же ее зовут-то? Ну, господи. Вали. Нет, 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 это я. Нет, 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 Бабкина, так крутая. Ну, не важно, в общем. В любом случае, у вас получилось. Вы не растерялись, но песню испортили. Присаживайтесь, Сеня, на самом деле, да. Ах, Самара городок, беспокойная я, Я там так делаю. Ах, Самара городок. Хорошо, Аружан, готовы? Да. Вперед. Итак, пожалуйста, выбирайте категорию. Народные. Народные песни, да. Останемся в ней. Итак, песня, пожалуйста, Компьютер. Что вы нам покажете? Ну, это прям по ее подаче. Да, вот Нургуль говорит, что это прям вот ваша песня. Это ваша подача, я вам скажу. Будем петь? Я думаю, будем, потому что выбора нет. Поехали. Тоже пойдет импровизация? Тоже не знает, что ли? Вы будете импровизировать? Морозь, морозь, не морозь меня, не морозь меня, Моего коня, белокрылого, у меня жена, ой, ревнивая, у меня жена. Моего коня, ой, ревнивая, у меня жена, ой, красавица, ждет меня домой. Ну, что, мы за нее спели. Молодец, Оружан. Мы с Оружанкой спели всю песню, но я думала, ты как-то в углу, как-то вот тебя зацепит, ну, что-то хотя бы нотку поймаешь. Нет, ты мимо пошла, ушла мимо. Надо знать, надо знать, особенно классику. Я понимаю, конечно, когда ты не знаешь песню «А белый лебедь на пруду» или там что-нибудь там такого. А это вот, это же народные песни, надо в этнике копаться, причем у каждого народа есть своя этника. Так что и русский народ, ну, что же. Мне кажется, просто Оружан по образу не подходит сидеть за столом, бить «Ой, мороз». Итак, любимая категория Фарида, сегодня это будет что? Русский рок. Русский рок, конечно же, русский рок. Итак, господин компьютер. Вечная молодость. Ну, давайте. Вечная молодость. Итак, что за песня? Вы так обрадовались. Знаете, что ли, ее? Глаза засверкали. Вечная молодость. Вечная молодость. Вы, наверное, будете импровизировать? Да, знает он ее. Посмотрим. Мы желаем вам удачи. Комонки, что за актовый зал И в пенсировом школьный ансамбль Локально-инструментальный Под названием «До» Ударит ритм соло и бас И, конечно, и логика Руководитель и учителем вере Он умел играть на баяне Еще была солистка Леновича Та, что училась на ее плачем У нее была склонность завышения Она была влюблена в ударника Ударнику нравилась Оля Так что играла на его лиге А Оле снился соло гитарист И иногда учитель пели Учитель, хоть и не жена И беловажный графичка Об этом стала вся школа Не исключая младших классов Он даже хотел развести Мне больше всего понравился проигрыш Ага, гитарист классно сыграл вообще Прямо такой драйв Хорошо, что Фархад Я не знаю вообще в принципе Это что за песня была Да, но Фарид тоже импровизировал Да, но причем с гармонией тоже не вылетел Был в гармонии То есть там мимо нот не было Таких вот секунд никакие не звучали вроде как Серов был Серов? Серова не было Нет, не было Так что там в три раза голос сразу Динамика упала А самый-то я его же просто борьбал В себя прямо Настоящий голос зато услышала Фарид, спасибо вам большое Пожалуйста, присаживайтесь Ну что ж, Нургуль Мы готовы выставлять оценки? Да, я готова Вы готовы? Пойдемте в центр Сюда здесь будем выставлять На сцену И вот Нургулечка в центре Сейчас будет выставлять оценочки Нашим участникам за третий конкурс Пожалуйста Я понимаю, очень сложно Да, очень сложно Сейчас в глаза будем смотреть И вообще, я думаю, что вы конкурсантов Так врасплох застали И я хочу сказать Такая вот у нас передача Да, передача Итак, у нас осталось буквально полторы минуты До конца эфира Да Все, значит, я думаю, что вот так сделаю Так, подожди, так, подожди Фарид Фарид, да? Фарид Фарид, извиняюсь Фариду я даю за то, что у него все-таки актерская игра была получше, чем у всех И он особо не потерялся Хотя он пел намного тише, чем в принципе поет Троечку Троечку? Троечку, да Потому что он вообще песню не знает Хорошо, дальше Вообще песню не знает Ничего, ничего, дальше Да, вообще песню не знает Оружан Оружан Но, тем не менее, мы ей помогали И она, тем не менее, хотя бы две строчки спела правильно Двоечка Два балла Да Ксения, к сожалению Вот вы однерочку получаете И того, того, да Давайте суммировать Такая ситуация у всех по 4 балла Вот так вот Ваш экстра балл звезды сыграет в этом Решайте, кто пройдет дальше, один из них Один из трех Времени мало, буквально Решайте быстрее Ксения Ксения, Оружан, Фарид И Победитель Ксения Ксения Поздравляем Ксения Поздравляем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова